Деревянные домики, издали напоминающие гигантскую пайсику, установили еще осенью прошлого года. Предприниматели совместно с руководством санатория Лермонтовский планировали провести рождественскую благотворительную ярмарку, но не успели оформить документы. Планы перенесли на лето. Капитального строительства не будет, уверяют организаторы. Все павильоны сборные, при необходимости их можно быстро убрать. Останется только благоустроенная аллея. Вся грунтовая зона осталась, наоборот, она выровнялась в ландшафте. Мало того, мы провансировали, закупили сейчас газонов рулонных, более чем на тысячу квадратных метров. Сейчас проводятся работы, я думаю, вы сейчас это видите, по выравниванию и подложке под эти газоны. Завозится сюда чернозем для того, чтобы газоны смогли прижиться. Заброшенные дома, памятники архитектуры и прилегающую территорию обещают привести в порядок, а павильоны убрать с наступлением холодов. Все работы проводят на деньги предпринимателей. Часть выручки планируют отдать на нужды бойцов АТО и переселенцев. В областном совете в благие намерения бизнесменов не верят. Ярмарку назвали незаконной. Уже подготовили заявление в полицию, ГАСК и даже суд. Энтузиастам грозит штраф 51 тысяча гривен. Областным советом направлено соответствующее обращение в адрес городского совета для того, чтобы на ближайшем заседании исполнительного комитета городского совета было принято решение о демонтаже данных незаконных сооружений и приведении земельного участка в первоначальное состояние и компенсации областному совету ущерба за вот эти вот незаконные действия. В санатории Лермонтовские ссорятся с чиновниками не хотят. Все документы обещают подготовить до начала мая. Были представители областного совета. Благодарен им. Они дали нам месяц на согласование. Вот предписание лежит. Я искренне надеюсь, что власти Одессы пойдут нам навстречу и помогут в этом благом деле. Судьба благотворительной ярмарки решится уже к концу апреля. Если в областном совете изменят свою позицию, заброшенная территория и ветхие здания обретут новую жизнь. Дмитрий Долматов, Александр Пережилин, Первый городской. Продолжение следует...